Привет всем, кто смотрит мой канал. Меня зовут Марина. И сегодня видео будет о моих любимых продуктах на сегодняшний день. Продукты, которыми я пользуюсь сейчас каждый день. И они мне нравятся. Начну я с тональной основы. Это будут декоративные. С ухода, в принципе, ничего у меня не будет, кроме одного продукта для волос. Поэтому начнём. И покажу вам бибикрем. Это Холика Холика, Петит, биби, вот такой увлажняющий, SPF 30. И это вот такой вот лёгкий, я бы даже сказала, не... Ну да, на биби, сиси крем он ещё более. Он, конечно, светловат. Запах у него очень приятный. Он светловат, но он придаёт коже такое мягкое свечение, знаете, такой здоровый вид кожи. И, в принципе, вот я его вот сейчас нанесла, и всё, он слился с цветом моей кожи, и его вообще не видно. Поэтому он ещё немножко подстраивается под цвет вашей кожи. Понятно, что если вы прям очень тёмненькая, да, загорелая прям, то я сомневаюсь, что вам такой цвет подойдёт. Но если у вас более-менее цвет такой и не слишком светлый, и не слишком тёмный, то он подстроится под цвет вашей кожи, и он увлажняет, ухаживает за вашей кожей. Поэтому вот такой вот биби-кремчик у меня на сегодняшний день есть. Дальше. Дальше, любимая моя, в принципе, и для работы, и для себя, Поэзо Long Cover Fluid. Это основа, конечно, для сухой кожи. Если у вас жирная кожа, вам это не подойдёт. А для сухой кожи тоже придаёт такой вот лоск лицу. То есть, если вы любите матовые основы, да, то тоже вам не понравится. А если вы любите такой вот ухоженный, с лоском такой глянцевый макияж, то вот эта основа подойдёт, и мне она нравится. Запах, конечно, здесь вот такая лопаточка. И запах, я бы сказала, не такой прям... Иногда мне он даже мешает, но он во время носки, да, он как бы уходит, его потом не слышно. Но на первых моментах нанесения запах есть, и кому-то он нравится, а кому-то он не очень как бы нравится. Вот в оттенке 0.1, беж, ликт беж, вот такой вот. Дальше. Дальше моим тоже любимчиком стал Catrice, HD, Liquid, Cover Eye. Я не умею по-английски читать. Вот такая вот основа с пипеточкой. Это основа... Я её купила ещё зимой, и она мне сначала не понравилась. В 0.30 оттенке, Sand Beige. И она мне сначала не очень понравилась, но вот сейчас началась жара. И это, конечно, основа больше подойдёт для нормальной, склонной к жирности кожи. Жирной кожи тоже подойдёт. Я думаю, ну, всё-таки до конца дня придётся или припудривать, или салфетки матирующие использовать. Но для сухой кожи, вот именно сейчас, сейчас она на мне, и она не ощущается. Она как вторая ваша кожа, но перед этим я хорошо увлажнила, прям, питательным кремом. Не только увлажнила, напитала кожу питательным увлажняющим кремом, такой, чтобы хорошо прям. И сверху нанесла эту основу, и она села прям идеально. То есть она перекрыла все ненужные мне, там, пятнышки, прыщички и всё остальное. И она не совсем матовая, как здесь вот указано, что она матовая. Я бы не сказала, что она совсем матовая, она не матовая. Она вот такой даёт какой-то сатиновый, что ли, перелив. Ну, то есть вид здоровой кожи, да. И не сильно такая блестит, и не сильно матовая. Вот как раз серединка на лето, это будет моим любимчиком. Она не подчеркнула мне никакие шелушения, ни морщинки. Я же говорю, нужно очень хорошо увлажнить кожу, и основа эта ляжет хорошо. Дальше. Дальше хайлайтеры. Моими любимчиками L'Oreal стали вот в таком оттенке. И в так, оттенок. Это такой больше жемчужный оттенок. Я не вижу, где он написан. Rose Clear Glow. Вот такой вот розовый, прозрачный, полупрозрачный такой. И Dora Glow. Вот такой вот. Golden Glow. Golden Glow и Icy Glow. Ну, вот такие вот. Я их смешиваю, и они дают такой нужный мне оттенок. И они жидкие. Они фиксируются, они не слазят с меня. Как некоторые говорят, что они там пятнышками берутся, проплешинами, ничего подобного. Ложится очень хорошо. Хотите пальчиком наносите, хотите спонжем. И выглядит все очень так естественно и красиво. Еще хотела бы добавить за вот эту вот основу от Catrice. Ее нужно наносить быстро. То есть она быстро схвачивается. Почему мне она сначала не понравилась? Потому что я к ней не приловчилась. Она быстро схватывается. Ее нужно растушевывать очень быстро. Лучше наносить на определенные там участки кожи. И сразу разносить по лицу, растушевывать. Затем продолжать дальше. Потому что если она схватится, то тогда действительно она будет ложиться такими плешивым, таким видом. Поэтому растушевываем ее быстро. Дальше. Палетка, я не скажу как хайлайтеров. Ну в принципе, да, как хайлайтеров. Но чаще всего как тени. Используя вот эту вот Sleek в оттенке. Клеопатра Кис. Очень классные. Как тени я вот наношу в уголок. И вот здесь продолжаю. Мне этот такой эффект нравится. Ну и иногда я делаю как хайлайтер. По предназначению. Поэтому вот это тоже моя любимая вещь. Затем из хайлайтеров. Мне также нравятся тенюшки, которые я вам недавно показывала. От Палладио. 34 оттенок. Шампань. Вот такие вот. Тоже очень красиво смотрятся. Это если из сухих хорошо смотрятся в виде хайлайтера. И в виде теней тоже. Потом тенюшки мои любимые на лето. Хочу прикупить еще несколько оттенков. Это Гош. Гош в 0,3 оттенке. Вот такой вот. Золотисто-такой бежевый красивый оттенок. И матовый оттенок. Такой Тау. В 10. Твист Броу. Вот такой вот. Они красиво ложатся. Они на лето отлично подойдут. Потому что они сразу фиксируются. Вы растушевали пальчиком. Оно зафиксировалось и все. Хоть идите купайтесь в речку. Или в море. Или куда вы там. В бассейн. Никуда они не денутся. Поэтому буду покупать еще. Из карандашиков для губ. Мои любимые карандаши и помады от Golden Rose. Они стоят своих денег. Даже я бы сказала. За такое качество нужно брать побольше денег. Потому что они очень классные. Сейчас один из карандашиков у меня на губах. Это такой красный. Очень красивый эффектный такой цвет. И очень классные помадки. Опять таки скажу, что я их буду брать. И не постесняюсь. Потому что Golden Rose как бы буду использовать и для работы. Потому что по своему качеству они очень хорошие. Карандашики для губ от GOSH. Тоже они очень-то... Они гелевые. Они хорошо держатся на губах. Хотите самостоятельно. Хотите с губной помадой. Дальше. Дальше. Вот такая палетка. От Rimmel. Бронзер, хайлайтер и румяна. Сейчас так поближе покажу. Я тоже ежедневно ею пользуюсь. Поэтому моя любимая. В оттенке 02 Coral Glow. И карандашик для слизистой. Значит, для слизистой черный карандаш я не нашла. Хотя вот я покупала вот эти вот карандашики от L'Oreal. У меня страшно от них. Почему-то болят глаза в синем цвете. Цвета красивые. Но я бы не сказала, что они прям стойкие. Как некоторые говорят, что они там лучше Urban Decay. Не знаю. Urban Decay я не пробовала. Но вот это мне не очень понравилось. Если это лучше, чем Urban Decay, тогда вообще зачем отдавать такие деньги за карандаши, которые не держатся на слизистой. И вот такой вот карандашик от Rimmel. Он телесного цвета. То есть, кинь будет белой полосой вот здесь, которую я не люблю. Такой театральный прям вид. Сейчас он тоже у меня на глазах. И его, в принципе, не видно. Он сливается с цветом. Но более таким свежим. Свежий взгляд делается. В оттенке 213. И держится целый день. С утра до вечера. Несмотря на то, что у меня глаза слезятся. И как бы такие чувствительные у меня глаза. Поэтому вот такое. Спонжи. Спонжи у меня от Freedom, по-моему, вот этот вот черненький. Хорошая вещь. Я пользуюсь. И мне нравится. Но недавно я зашла в магазинчик. Вообще какой-то... Извините за такой внешний вид этого спонжа. Вот такой. Просто я его не успела постирать. Пользовалась сегодня. Вот такой вот. Плоский. Ну, он так классно разносит тональный крем по лицу. Что даже вот это или вот это. Я даже тут как-то, знаете, не знаю. Мне дешевле, конечно, купить вот этот. А по тому, как он разносится по лицу. Он мне даже больше нравится, чем вот эта вот вещь. Поэтому пользуюсь и тем, и тем, но вот этим сейчас чаще. Дальше. С косметикой, с декоративной все. Теперь хочу показать уход за волосами. То есть это такая вот... Я вам тоже показывала фирму Lador. Это Корея. И это такой серум для волос увлажняющий. Он сглаживает, он убирает пушистость. Ну, если бы вы видели мои волосы после сушки и с этой вещью, то это очень разные вещи. Поэтому вот такой вот серум прочитать, к сожалению, я вам не смогу. Потому что все по-корейски написано. Что могу сказать? Очень классная вещь. Приятный запах. Вид у него вот такой вот... Жалко. Ой. Если выдавится много. Вот такой вот, как гель. Вы его наносите на волосы. Он не перегружает их. Не делает паклей, да, как некоторые вот там от L'Oreal, от Schwarzkopf. Я пробовала там разные всякие несмываемые, смываемые. Это очень такая приятная. И эффект мне очень нравится. Особенно, когда я наношу на... Перед тем, как выровнять волосы или просушить их, наносите вот такое... Ощущение такое прям приятное, шелковистое. Вот такая вот вещь. В любом не знаю, но в интернет-магазине корейской косметики эта вещь есть. Поэтому вот такой обзорчик на мои любимые декоративные средства у меня был. И если вы пользуетесь такими же продуктами, и вам нравится или не нравится, напишите мне или в Инстаграм, или же под видео. И напишите, какие ваши любимые средства. До новых встреч. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok